ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает Почти В этом году в автоавариях на дорогах Кировской области погибли трое детей, более 160 получили травмы По данным ГИБДД, два из трех летальных случаев это наезд автомобиля на несовершеннолетнего пешехода Практика показывает, что особенно уязвимыми являются дети в возрасте 8-9 лет Наиболее травмоопасный для юных пешеходов день недели – пятница ТРАССА СТО ОДИН В России заметно вырос спрос на поддержанные легковушки, выпущенные не более пяти лет назад Оно и понятно, взлет цен на новые авто многих отпугнул, и они начали искать относительно свежую альтернативу К тому же не надо заморачиваться с гарантийным ТО и покупкой дополнительных аксессуаров Как правило, у трех или пятилеток уже все имеется В списке первых, кстати, на вторичном рынке лидируют Гранта, Веста и Солярис Вторых – Гранта, Рио и тот же Солярис ТРАССА СТО ОДИН Самым покупаемым новым легковым автомобилем в конце лета в нашей стране оказалась Лада Веста Стоит она сейчас минимум почти 800 тысяч рублей Вторую строчку занял Керрио с актуальным начальным ценником почти 930 тысяч Бронза досталась Хёнде Крета – вот с 1 миллиона 200 тысяч рублей Также в первой пятерке оказались Гранта и Солярис В целом, в августе спрос на новые легковушки упал почти на 20% ТРАССА СТО ОДИН Москва потратит на закупку новых комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД Несколько миллиардов рублей Камеры будут обладать расширенным списком функций Это к тому, чего стоит ждать водителям из других городов, в том числе Кирова Комплексы будут определять не только традиционные превышения скорости и проезд на Красный Но и отсутствие осага, техосмотра, незаконную установку фонаря такси Неправильную буксировку и стоянку на газоне В Кирове партию новых дорожных камер планируют приобрести до конца этого года ТРАССА СТО ОДИН Перед многими из нас однажды встает вопрос оформления наследства на автомобиль Все процедуры необходимо осуществить в соответствии с законом Подробнее об этом расскажет руководитель отдела транспорта компании «Экскон» Константин Кузнецов Наша компания предоставляет услуги по оценке автомобиля для наследования данного транспортного средства Здесь необходимо предоставить документы, тот, кто вступает в наследство И документы на автомобиль Даже в данном случае автомобиль не обязательно осматривать Можно сделать это и без осмотра, потому что бывает, что невозможно автомобиль показать Делаем документы, которые требует нотариус И после этого человек спокойно вступает в наследство Занимает по времени, больше трех дней я еще ни разу не держу Компания «Экскон» находится в Кирове по адресу улица Карла Липкнехта, 13 Телефон горячей линии 73-50-50 Сайт ex-defiscon.ru На этом все Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эха Кирова До свидания Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok